Всем привет ребята и сегодня мы поговорим о пародии Ньюфаундленд. Ну что ж, давайте начнем. Ньюфаундленд одна из самых крупных собак, при этом заслужившая звание самосемейной. В нем нет агрессии и он чудесно ладить с животными и детьми. В то же время это замечательный охранник и спасатель. Внешний вид. Это крупная собака ростом 66 девочки-71 кобели сантиметров. Вес их может достигать 70 килограмм. Сложены они пропорционально. Костяк мощный, голова большая, круглая, с короткой, широкой мордой. Небольшие, плотно прилегающие уши делают собаку похожей на медведя. Кожа у Ньюфаундленда толстая, эластичная, голубовато-серого цвета. За исключением головы, шерсть у этих собак длинная, обильная, жестковатая, но не грубая. С очень мягким и густым подшерстком, не мокнущим в воде. Часто подшерсток бывает серого или бурого цвета. Ньюфаундленды бывают черного, темно-бурого, черного с оттенком красного дерева, коричневого окрасов. На пальцах груди и кончиках хвоста могут быть небольшие белые отметины. Есть и черно-белые Ньюфаундленды, которые называют лансерами. У них черная голова, возможность с белой проточенной на морде, на спине и на крестце черпак, переходящую на основание хвоста. Характер Ньюфаундленды обладают особенным характером для собаки. Они терпеливые, любящие, послушные, спокойные. Они очень тоскуют по членам семьи или домашним животным, которые исчезают из их жизни. Они быстро адаптируются ко всем видам домашних животных, включая собак, мелких пород и кошек. Ньюфаундленды очень не хотят угодить хозяину, и потому легки в обучении. Они чрезвычайно чувствительны к критике, резкому тону голоса, поэтому дрессировать этих собак нужно ласково. Эти семейные собаки даже очень маленьких детей выносят с любовью и спокойствием. Они обожают плавать и воспользуются каждой возможностью искупаться. Они спокойно относятся к автомобилям и любят на ним путешествовать. Предоставленные сами себе, они ищут прохладное местечко, чтобы полежать. Главное правило при общении с Ньюфаундлендом – понимание, ласка, терпение, любовь. Тогда, когда к нему относятся с уважением и почтением как к личности, он на тренировке покажет все, на что способен. Продолжительность жизни у них всего-то 8-10 лет. Они хорошо подходят для неопытных владельцев или для любящей семьи с детьми. Ньюфаундленд достаточно сильно линяет в течение всего года и действительно нуждается в регулярном уходе, чтобы предотвратить густой и плотный подшерсток от безнадежного спута. Весной и осень эта порода полностью сбрасывает подшерсток. В этот период шерсть Ньюфаундлендов сдувается, и количество сбрасываемого подшерстка действительно поражает своим объемом. Также нужно тщательно проверять уши и глаза Ньюфаундленда. На признаки возможной ушной или глазной инфаундленда, как известно, достаточно сильно пускают слюни. Это может быть проблемой для некоторых людей, хотя многие владельцы Ньюфаундлендов считают это небольшим недостатком, который с лихвой покрывается прекрасным характером этих собак. Стоимость щенка этой породы начинается от 15 до 60 тысяч рублей. В общем, ребята, я надеюсь, вам это видео понравилось, он был для вас полезным. У меня самой такая собака. Я надеюсь, вы поставите лайк мне под этим видео. И всем пока-пока-пока-пока!